Афганистан обещает скоро рассчитаться с долгами за электроэнергию со странами Центральной Азии. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как это может отразиться на обычных таджиках. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Афганская энергетическая компания Брешна заявила, что скоро выплатит странам Центральной Азии задолженность, образовавшуюся за импорт электроэнергии. Это заявление прозвучало после того, как специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана 15 ноября в Твиттере заявил, что страны Центральной Азии могут приостановить экспорт электроэнергии по существующим контрактам из-за неуплаты. Компания Брешна очень скоро выплатит долги за электроэнергию соседним странам, сказал Хекматулла Нурзай, представитель энергетической компании. В то же время Афганская промышленная и горнодобывающая палата, а также владельцы заводов заявили, что несколько заводов прекратят работу, если соседние страны отключат электричество. Производственные предприятия полагаются на электричество, если электричества нет, проблемы значительно усугублятся, сказал Мухаммад Карим Азими, генеральный директор палаты промышленности и горнодобывающей промышленности. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь мы и так переживаем энерголимит. А еще оказалось, что Афганистан должен Таджикистану огромную сумму денег. Как вы думаете, после уплаты энерголимит могут снять свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, жители Кабула считают, что люди в Кабуле страдают от множества проблем, а нехватка электроэнергии усугубит эти проблемы. Гуманитарную катастрофу в Афганистане предрекает отчет Организации Объединенных Наций. Согласно приведенным данным, половине населения страны грозит нехватка продовольствия. Речь идет о 22 миллионах человек. Сейчас люди страдают от бедности, голода и проблемы усугублятся, если Узбекистан и Таджикистан отключат электричество, сказал Вахдеттула, житель Кабула. Если не будут предприняты надлежащие меры, говорится в отчете, то многие из них, прежде всего дети, погибнут от голода этой зимой. Напомним, что Таджикистан является одним из основных поставщиков электроэнергии в Афганистан. Согласно договоренностям заключенной с компанией Брешна, таджикская сторона обязуется экспортировать в Афганистан ежегодно до полутора миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Кстати, на днях пресс-секретарь госэнергохолдинга Барки Тачик Назирджон Йодгари, комментируя вопрос о поставках электроэнергии в Афганистан, сообщил, что у Таджикистана есть контракт на несколько лет с афганским холдингом, да, Афганистан Брешна-Ширкат, а не с талибами. Следующим летом мы будем поставлять в Афганистан более 500 мегаватт электроэнергии, но в зимний период будет поставляться только 25-30 мегаватт, так что дефицита в энергосфере не предвидится. Этого достаточно даже для того, чтобы обеспечить один район в стране, сказал представитель энергохолдинга. Тем временем, по статистическим данным, Таджикистан почти в два раза увеличил экспорт электроэнергии. Республика за 9 месяцев этого года выручила за счет поставок электроэнергии в соседние страны более 91 миллиона долларов. По данным профильных ведомств энергетического сектора страны, сумма экспорта электроэнергии в сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года увеличилась в 1,8 раза, или почти на 41 миллион долларов. Между тем, в энергосекторе не раскрыли данные об объемах поставок электроэнергии в соседние страны за этот период, и лишь отметили, что электроэнергия поставлялась в Афганистан и Узбекистан. Как вы относитесь к такой ситуации с электроэнергией в стране и ее поставках за границу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.